На нем защитная одежда, боевая одежда пожарного, сапоги, перчатки, краги, про каску мы уже сказали, аппарат. То есть аппарат можно спасателю пожарному, чтобы дышать в непригодной среде. Это какая у нас среда? Дым, правильно? Щелковские спасатели в очередной раз распахнули свои двери для того, чтобы провести ознакомительную экскурсию по спасательной станции. На этот раз к ним в гости пришли дети с особенностями развития и их родители. Ребятам рассказали, как проходят трудовые будни настоящих профессионалов своего дела, с какими трудностями приходится сталкиваться в непростой и порой опасной работе. Также всем собравшимся продемонстрировали, какая техника используется в случае чрезвычайных ситуаций. А все желающие смогли подняться под присмотром спасателя на автовышку. Пришли особенные детки. Это те дети, у которых непростая жизнь, непростая судьба и особая психологическая, эмоциональная, физическая нагрузка на их родителей. Мы постоянно проводим эти встречи. Многие часто у нас здесь бывают. Им надо оказывать больше внимания и уважения к их родителям, которые такой тяжелый труд на себя несут. А это Настя. Она вместе со своей мамой является членом корги-отряда. Не так давно у семьи появился собственный четвероногий друг корги по имени Лелик, которого девочке подарил депутат Государственной Думы Александр Толмачев. Дочь очень долго мечтала о собаке именно корги. Наверное, года два с половиной она мечтала. Мы не могли решиться, потому что у нас никогда не было собаки. не представляли. Но тут как-то решили, что надо мечты исполнять. И нашу мечту исполнил депутат Толмачев. Выкладываю фотки о его жизни. Подруга посоветовала, говорит, что ты просто так сидишь. Может, тебе завести свой канал, ты там будешь выкладывать лёлика. Будут все смотреть, подписываться. Тебе как заняться, чем раз будет. Друзья корги отряда самого разного возраста. Так, например, Валентине Григорьевне было тоже очень интересно прийти на экскурсию. Она считает, что подобные мероприятия действительно важно проводить, особенно для детей. Ведь нужно показать, что работу спасателей сложно переоценить. Они занимаются с детьми. Вот это очень важно. Самой тоже интересно. Да, я не видела никогда этой техники. Время такое сейчас. Это очень важно. Такая работа. Просто необходима. Как детям, так и их родителям. Очень понравилась экскурсия. Они смогли не только узнать для себя много нового, но и пообщаться, а также сфотографироваться на память с верными четвероногими помощниками Щелковского центра гражданской защиты. Мария Буржинская, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.